Ребятки, а я напоминаю перед просмотром видео то, что буквально через 4 дня стартует мой собственный марафон желаний, в котором вы научитесь... Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет! Вы на канале Женек. В начале ролика вы вряд ли смогли до конца дослушать рекламу моего несуществующего курса. Это было импровизационное начало без смысловой нагрузки. Друзья, вот такой вот подарок вам. Ладно, я не знал. Я уже просто не знаю, ребят, реально, как начинать ролики. У меня началась прям проблема, поэтому... Имеем то, что имеем, ребятки! Я приветствую вас всех, с вами Женек. Сегодня мы с вами смотрим фантастическую, как мне кажется, передачу, которую почему-то никто не смотрит. И слава богу, передача дорогая я забил с телеканала You, которая, кстати, набрала уже 400 тысяч. Вот мы с Федей недавно снимали, что-то сели после обзора с Dunkin' Donuts, как-то поболтали, поржали. Смотрю, 400 тысяч, людям нравится, заходят, рекомендуют. У меня в чате... В каком? В каком, в каком? Что вы спрашиваете, в каком? По ссылке в описании некий телеграм-канал. Там уже 130 тысяч подписчиков практически. Верифицированный, с галочкой, красивый. Всегда это говорю, буду говорить. Спасибо, кто оттуда, ребята. Всем вам огромный респект. Переходите также по ссылке в описании, покупайте мой мерч. Теперь есть там все размеры. Очень много людей покупают, отмечают меня. Меня это очень сильно радует, потому что людям нравятся мои вещи. Это очень круто. Спасибо всем. Спасибо, спасибо. Еще раз спасибо. Вот. Что еще сказать-то, на самом деле, нечего. У нас 500к, мерч, телега. Все самое основное. Всему очень благодарен и рад. Поэтому давайте, время ваше терять не буду. Ставьте прямо сейчас лики. Оформляйте обязательно сабскриберы, чтобы нас там было больше. Теперь наша цель уже, наверное, миллион. Да? Миллион сабскриберов звучит достаточно серьезно. И... Пишите комментарий какой-нибудь. А я желаю вам приятного просмотра. Самых-самых-самых позитивных вибраций, добра, улыбок и т.д. Дорогая, я забил. Телеканал Ю. Женек. Поехали. Ребят, перед началом ролика хочется поделиться с вами достаточно страшной историей. Это, наверное, так же страшно, как сдавать экзамены в школе. Помню я свое итоговое сочинение, выпускные экзамены. Я со страха написал там такого. Ну, и результат был соответствующий, к сожалению. Так что, друзья, не повторяйте мои ошибки и готовьтесь уже сейчас. И если вам сдавать ЕГЭ или же ОГЭ в 2023 году, то сильно рекомендую онлайн-школу Сотка. Тут действует система подписки. Вы платите фиксированную сумму в месяц и готовитесь по всем предметам. В Сотке отучились уже более 60 тысяч выпускников. И каждый третий сдал ЕГЭ на 80 плюс баллов, а ОГЭ на 4 плюс. Ну, не баллов, а типа оценка. 4 плюс. Очень круто то, что готовят даже с самого нуля. Вообще вот если прям все плохо. И в итоге получают те баллы, которые нужны конкретно для поступления. Все преподаватели молодые и опытные, а атмосфера на занятиях очень классная и легкая. Проходить занятия можно онлайн или просто смотреть записи. Перематывать, пересматривать можно сколько угодно раз. С этим там все продумано. Уже началась запись и подготовка на этот учебный год. По самой минимальной цене. Итак, смотрите, есть два тарифа. Стандарт за 3650 рублей в месяц. И тариф про за 4650 рублей в месяц. Вот. Два тарифа таких вот есть. Стандарт и про. Вот. И за эту цену вы получаете от 36 до 40 занятий. Ну типа это очень много, это очень выгодно. Просто задумайтесь. 75 рублей за одно занятие. Это еще и с проверкой домашнего задания. По-моему, это очень круто. Ну а по промокоду ЖЕНЕК10, вот по этому прекрасному, получите скидочку 10% и в подарок подготовка к итоговому сочинению. Короче, ребята, переходите по ссылке в описании прямо сейчас. Оставляйте заявку на пробный урок и начинайте готовиться. Спасибо огромное вам всем за внимание. Продолжаем смотреть ролик. По ссылочке в описании не забывайте. Спасибо. Как мужики умудряются забивать на просьбы любимых женщин? Здесь живет Николай Белоусов. Как пишет его жена, уже 6 лет они стремятся... Стоит, стоит, смотрите, как над Парижем. Фанера, блядь, на балконе. Семя детьми мучаются от разрухи. Еще так называется, дорогая, забил папа с кудрявыми, в кавычках, руками. Интересно, что они подразумевали под словом кудрявые руки. Попытался сделать из рук кудряшки. Пробуйте. В квартире. Что ж, пойду проверю. Если все действительно так, Коля, держись. Я не понял, пивчик, а где твои часы? Где часы пифа? Где Apple Watch? Пиф! Утро на Радужной улице. Маленькая Женя смотрит мультики. Папа Коля делает бутерброды. Маленькая Женя смотрит мультики. Папа Коля делает бутики. Еб... Товорот! Семья пьет утренние... Бля, ребят, я всегда знал, что у меня с трифами нет никаких проблем. Я вообще, я не понимаю, почему я не ушел в рэп. Мультики, бутики. И чай, и все расходятся по своим делам. Мама Маша на работу, Илья в школу, а Коля собирает Женю в садик. Стой, машины. Женя, ну все, все. Иди поиграй, а что я сейчас у тебя заберу? Бесплатная няня, ха-ха. Бесплатная няня, ха-ха. Ты че, блядь? Еще и готовить вкусно умеет. Этим каждый день и занимается Коля домохозяин. Я работал в министерстве образования. Ну видно сразу по скорости, что вот именно в министерстве образования. Я работал в министерстве образования. Очень давно, 2005 год. Можно чуть-чуть помедленнее морлить глазами, чтобы было вот это вот ощущение, что я в Зверополисе какой-то такой. Ребята, привет всем. Вы наконец-то женек. Лет пять назад еще что-то снимал, может кто-то помнит. После все, не работал. Целый день Коля трудится как пчелка. Жмет на кнопки стиралки, перекладывает высохшее белье с места на место и добывает пищу. Я не понял, это что? Что это такое? Типа, сейчас получается Коля должен пойти на работу, мы должны будем смотреть, как он себе карьеру строит. Типа, чел и так все делает дома. Ну, точнее, напитки. И за детьми присматривает. Родной дочкой Жени и приемным сыном Ильей. Я Николай, мне 39 лет, был водителем, а сейчас не что. Еще раз, чего? Я Николай, мне 39 лет, был водителем, а сейчас не что. Я, Ефим, раньше был кондуктором, а сейчас не что. Я просто что-то не очень понял этих эмоций. Ладно. Никак и никак. Пока утомлю... Ничто, никак и никак. А раньше был водителем, между прочим, ребята. Если вы раньше кем-то были, а сейчас не что и никак и никак, дайте знать об этом в комментариях и обязательно поставьте лайки. Домашними делами Коля спит после обеда, дом потихоньку... Оооо, это уже, знаете, просто какая-то древнегреческая античность у нас. Просто посмотрите, как это выглядит. Здесь где-то должны быть еще статуи каких-то Зевсов, Нептунов, Платонов. Пиздец. Разваливает. Просто какие-то, в прямом смысле, обоссанные обои, вспухшие, я не могу. Да. Кроме водить машину, я больше ничего хорошо делать не умею. Что жена делает тогда, я не понимаю? А, жена работает, жена работает. Мужская работа папе ну никак не дается. Кудрявые руки, да, у него такие волшебные руки. За что не возьмется все кудрявым образом. Не алло, вообще не айс получается. Попытки что-то починить... Пригрузите. Так, делаешь. Опа. И все. Ничем хорошим не заканчиваются. Как-то и все. Получилось, Семен, что я себе дрелью руку просверлил. Да я не знаю, братик, на самом-то деле, как это вообще получилось. Кстати, хорошо, что чел не залипает, и я не схожу с ума, когда на него смотрю. Так все норм. Отдай. Треждаю, треждаю, с бутылочек пошел сразу. После. И если первое время Коля еще пытался найти работу, то в итоге просто смирился со своим статусом пузатой няньки. Десять квадратных метров покушать приготовил, а лег. А потом покормил всех, и опять лежишь. А потом спишь. Прикольно, прикольно, прикольно. Интересная жизнь, как минимум. День закончен. День сурка. А Маша в это время... Бля, ребят, я первый раз вижу, что так глаза закрывали. Серьезно, вот реально, вот я прямо сейчас наблюдаю за ним. День сурка. Кого-то у него глаза дышат, блядь. Я пашет, как ломовая лошадь, чтобы содержать семью. Я же родилась в год лошади, какая забота. Я тебя тащу и тащу, тяну и тяну. Так зарабатывай тогда еще деньги на скачках. Меня даже на работе зовут лошадка. Потому что, ну, ну вот так вот, ну что делать. Я вот так привыкла. Здравствуйте. Немного сразу всего и сигарета. Не-не-не. Не-не-не. Кстати, хорошо, что да. Хорошо, что рядом пепельница, окно открыто. И курит не в помещении, тем более не в зале. Вот это реально супер. Ой, блядь. Не хватает. Я прихожу и все, Коля сразу выходной. Вот я прям пришла, руки помыла и все. Иди, что бардак такой устроил? Нет. И после основной работы Маша берется за вторую домашнюю. А где так надо ходить, чтобы так засрать колготку, это неинтересно. Посуду, может, это я, походу, вот не надо. И пока никого нету, никто не знает, так вот делаешь, все это намажешь, а-ля СПА. И потом это же и пожарить. Бог с ним, кто поймет. В этом доме мужская работа тоже на Машинах плечах. Не крутилась. Вот так. Вот я купила себе просто вот дрель и жизнь наладилась. Мне одному кажется, что она, может, какая-то пловчиха, или баскетболистка, или волейболистка. У нее прям достаточно такие, плечевой пояс у нее прям такой, уверенный очень. Вообще вот просто вот прям жизнь пошла. Прям вообще все. Очень удобный предмет. Дрель Маша купила после того, как старший сын Рома ушел в армию. Раньше дом был на нем, а теперь ей помочь некому. О, боже, это просто все мое детство. Красный борщ от бабушки, туда сверху майонеза, только примерно на процентов 180 больше, чем парень положил. Но зато по-честному, да, вот столько я ел майонезом. Илья с отчимом больше заняты выяснением отношений. Я не хочу больше. Я так есть не хотел. Смотрите, смотрите, лицо, лицо. Вот это недоумение, просто тупизнаво взгляд. Оставили. Он не отец, я бы сказала. У него все-таки грань это есть, что он папа Жени. Нет, я бы не... Что прям как к отцу он ему относится, нет, что он прям так его воспринимает. Нет, так он его не воспринимает и никогда не воспринимал. Ну вот просто изначально, потому что... Ну просто Илья такой человек. Вот такой пример мужского поведения видит перед собой взрослеющий Илья. Неудивительно, что с отчимом отношения совсем не ладятся. Еще раз хлеб кинешь, я тебя и кину. Я его кинул, я положил. Я тебя уронил, б***ь. Я его положил. Ты не положил, а кинул. Я его положил. Я бы, кстати, так же сделал на его месте. Вот он на меня бы орал, я бы такой, я его положил. Ты его кинул, я его положил. Я вот в букмекерской... Там что у меня, б***ь, я не понимаю, шимпанзе поселишь? Пизда. Там что ли, б***ь, дверью? Кого-то просто палками по моей двери постучали. Че я говорил? А, в букмекерской конторе нахватался я вот этого. То есть мне прям нравится такой... Стиль разговора с неадекватными людьми. Когда вот человек, вот прям видно, что он на агрессии. Ты его просто добиваешь очень спокойным тоном. И очень монотонно нужно разговаривать и повторять одно и то же. Хватит рекламу крутить! Ой, я крикнул, там успокоились все. Твари. Я ему должен приготовить. Ага. Что? Он мне должен готовить? А не я ему. Жопу хи наедаю, что проделать ничего не хочет. Говорит чел, который просто ожирел, освинел, живет в ошметках говна, потолок весь обоссанный. За этим смотрят дети, и бедная жена приходит после работы, работает. И он при этом обсирает парня, который просто учится в школе. Во! Ты только не забышь, что ты завтра в школу идешь. Я знаю. Угу. А то горло у него... Смотрите, как пытаются доебаться просто до чего-то. Это самый отвратительный тип людей. Тип людей, у которых, типа, настолько вот они несчастливы, что им просто ничего не остается, как просто кому-то ебать мозги. Все. Ооо, вот эта заклейка дыры меня полностью удовлетворяет. Хотел бы себе, чтобы все было вот в опряхе. Не могу тут взвать. Пытать развалившиеся стены, по дому давно плачет основательный ремонт. А Коля, кажется, совсем опустил свои кудрявые руки и забил. Я согласен, что я... Ну, в чем-то я хороший. Кто там? Маша. Здравствуйте. Привет. Дождалась? Привет. Ну, в общем, ждали, конечно. Бля, даже вон около глазка посмотрите все в журу. Как это возможно? Как возможно, что засрано, типа, все от и до? Это ужас вообще был. Прям звонил. Звонок вообще, я в шоке была. Ну, давай, показывай. Проводи экскурсию. Привет. Андрей. Илья. Очень приятно. Николай. Здрасьте, Коля. Ты же приятный. Николай. Чего? Это ты забил? Да, я. Я забил. Давно? Да нет. Это у вас... Да, кстати, недавно, скорее всего, две недели назад. До этого все было в квартире вообще вот так вот, просто бомба. Мне кажется, здесь ремонт не делался лет десять минимум. Зал. И спальня, и зал, и... У нас же, видите, мини. Квартира мини. Ну, квартира небольшая. Да, квартирка у нас маленькая. А это чего? Все? Да. Уронилась? Да. В прятки так играет. А папа? Ну, каждый день делает. То есть, это каждый день делается, каждый день отваливается? Да. Потолок, ну смотри, ну уже тоже здесь. Коль, скоро рухнет. Даже не знаю. За что браться? Что подделывать, если все сломается? Может, у тебя времени нет? Тормальная, да, логика? Зачем что-то делать, если сломается? Или как он сказал? Ну, что-то в таком ключе. Работаешь? Сейчас нет. С ребенком сижу. Да, вообще, работа это не его, абсолютно. Вот эта вот стабильность и работа, это не его. Он предприниматель, он любит быстрые вот эти вот деньги. Потом он может без денег, но потом опять какой-то проектик. Хоп! Стартап интересный, инвесторы заинтересовались, денежки пришли, все в семью. И опять как бы на рефлексацию, на раздумывание какое-то, знаете. Ну вот, да, это такой тип людей. То есть стабильность, я понимаю прекрасно, я тоже не люблю стабильность. Стабильность, она тебя в какой-то степени, наверное, оттупляет, расслабляет. Ты всегда знаешь, что ждать, поэтому зачем это надо? Предприниматель нового поколения. Посмотрим кухню. Посмотрим. Оп, вот он. Островок надежды, Коль. Да. Неудачный переезд в холодильник. А, цепанули. Да. Перестелить. Недавно было. Ты здесь готовишь? Ну, готовлю, я, Кольга. Нет, они заказывают все время. Да. Тебе как вот здесь? Мне? Да. Да, я вообще устала от всего. От всего вот этого я устала. А что ты хочешь тогда от мужа? Я хочу, чтобы он как-то встал на ноги. Он просто был вообще как бы, мне кажется, шокирован в процессе. Все, он встал. Супер. Что будет дальше? Он уже, уже у него какой-то испуг в глазах был, что его ждет на самом деле. Мой, дорогая, я забил, уже видели такие испуги, что здесь испуга пока в глазах я не увидел. Вот мой легендарный выпуск, который, наверное, многие смотрели, на нем там больше всего, по-моему, просмотров, вот там был испуг, а это так. А это что такое? А это вот можете написать. Дорогая Маша, я забил. Никогда не делал ремонт. Ты тобой не развлекал? Нет. Плиточку не клал? Это все делаю я. Вот, кстати, да, это нормальный вопрос. Ну, давайте признаем то, что есть такой тип мужчин. Я, кстати, мне не стыдно сказать, я отношусь к таким же. Если мне дать там ламинат, я его не постелю, плитку я не положу, я... Ну, закрутить, наверное, что-то смогу, если мне скажут, вот, просто вот, 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 дырка, вот так вот сделаю, я закручу, да, ну, типа, я не смогу поклеить, я ничего не смогу сделать. Ну, я понимаю, почему я это не могу сделать, у меня на это есть свои причины, я что-то закажу. Не получится, поработаю больше в 15 раз и все равно закажу, но делать я ничего не буду, это вот такой вот у меня принцип, и мне с ним живется нормально. Что делать ему? Типа, он реально не умеет делать ничего, ему уже 45, там, 50, хотя выглядит он уже, наверное, и на 55, и, знаете, в итоге, типа, ему 29. Ладно, что ему делать? Как вот он сейчас будет делать ремонт, мне вообще непонятно, если честно. Это все умею делать я. Почему так? Ну, потому что я это умею делать. А ты сидишь с ребенком. Я что-то вообще запутался, у вас все по-другому должно было быть. Ну, сейчас по-разному. Ты работаешь, ты сидишь с ребенком, ты делаешь ремонт, ты варишь борщ. Да, именно так. Меня все устраивает. В итоге сейчас он, бля, в санаторий просто уезжает отдыхать, типа, тем временем папа, и он там в грязевых ваннах его шоколадом, бля, обливает, а мама там сидит, ху**ет, забивает какие-то кирпичи. Бля, просто я говорю, я реально искренне не понимаю, что будет делать чел, когда ему будут присылать вот эти все, там, инструменты и так далее. Что? Что вы можете сделать? Вы мне сюда, я говорю, пришлите вот в эту квартиру, уберите мне полы, прям подготовьте мне все и дайте мне какую-нибудь там пробку или ламинат хороший. Я его не постелю или постелю как-то из-под палки. Зачем? Да, изменить можно только материальное положение. У меня есть к вам предложение. Одна отремонтированная комната и 100 тысяч рублей в придачу. Хотите? Я стал сейчас всегда склоняться к тому, что надо делать кухню, потому что, скорее всего, там как-то помогает передача в плане сантехники, в плане электрики и так далее, потому что, наверное, это все очень сложно, а кухня это все-таки одно из самых важных мест в доме. Вот, поэтому вот эта вот столешница, столик, полы, окна и самое главное, это... Бля, из чего мы воду наливаем? Вот она, та самая кран. Во, кран. Хотим. 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 Жень, ты хочешь? Нет. Маш, где хочешь ремонт? Я в комнате хочу. Вот в этой? В этой. Комната все равно требует ремонта уже. Хорошо, я все понял, но все не просто так. На ремонт выделяется три... Я всегда говорю, комната это одно из самых простых в том плане, что достаточно все оттуда вынести, все. Просто покрасить стены в белый и купить новый диван из Икеи за 15-20 тысяч рублей. Просто нормальный диван. Все, это уже совершенно другой зал. Совершенно другой зал. А кухня? Короче, выгоднее делать кухню. Как люди не понимают? Боже, там на кухне просто. Я бы там не хотел сидеть даже. Дня. Мы оплачиваем все материалы. Но ремонт делать, Коля, тебе. Ты готов? Да, ну. Я? И вот мне просто интересно, в какой момент все это бросить? Бля, забавный у нее смех. Он реально скажет, а ну это все нафиг вообще. По правилам проекта, Коля и Маша имеют право только на один телефонный звонок. Имеют право хранить молчание. Все сказанное будет использовано. Ладно, сейчас пока тут правила идут, зайду в телеграм. Врать вам не буду. Кто его сделает, не имеет значения. Все стройматериалы Коле оплачиваются. Ему остается самостоятельно сделать ремонт и справиться с хозяйством. А наша Маша в это время поедет отдыхать в спа-отель. Он, наверное, там. Если честно. Ля, вот у него такое лицо, мне он напоминает реально какого-то Мишку Балу, блядь, из вот этих вот всяких русских мемчиков. Я не знаю, такой вот прям русский медведь такой, знаете, просто глухой. Или какой-то вот бандит из сериала «Глухарь». То есть вот как бы ты его не одел, вот он будет приходить, я скажу «О, такой русский Ваня». Вот, не знаю, реально какой-то шимпанзе, блядь, такое недоумевание у него. Почему я его обзываю? Потому что я узнал, что он, видите, такой агрессивный достаточно парень по отношению к своему не родному человеку, а просто к ребенку, к сыну с твоей жены, что-то гонит на него, орет. Я таких терпеть не могу очень сильно, поэтому... Прости, братик. Сегодня пообсираем друг друга. Ну как друг друга, я тебя. Ну на тебе, Коленька, остаются дети и все-все бытовые вопросы. Коля, если ты справишься, твоя семья получит 100 тысяч рублей. А если нет... Да, это первый сезон, поэтому 100 тысяч рублей. Вообще сейчас 200 выигрывают. 200, конечно, звучит посолиднее. Твоя семья получит еще один недоделанный ремонт. Ну пусть попробует, ну как-то что-то прям справиться. Не знаю. Кудрявый наш. Поборешься за 100 тысяч? Да. Коля, теперь это твое шоу. Маша, собирайся. У тебя есть 20 минут. Хорошо. Я прям вместо Коли на диване, кверху ногами прям отдыхаю, они все делают. Я никогда не была в спа. Коля посоветует, что мне забирать? Давай. Что, купали? 20 минут Маши на сборы даже многовато. На три дня, да? Джинсы, пара футболок и готово. Последние на пустынные слова. Я скажу, держитесь. Блин, оно вообще просто шутки-самосмейки на каждом шагу. Ну ладно, ребят, бог с ним чего. Приятного просмотра. Именно сейчас начинаются твои три счастливых дня. А у тебя, Коля, три каких? Ужасных. Нет, ужасных будни. Я желаю тебе хорошо отдохнуть. Коля хорошая физическая форма. Он жопу не отъел. Ну, как он говорил этому парню. А мы с тобой сейчас продолжим. Все, целуем. Все, пока. Бедный парень сейчас останется просто с этим медведем дома. Пока. Я поехала? Да. Я поехала. Ты поехала. Поехала. Мама! 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 Все, пока. Да не ори, дай маме съездить отдохнуть. Мама! Ну, я расстроилась в машине, уже расстроилась. Что, ну, прямо расплакалась там? Вместо того, чтобы расстраиваться в машине, ты села в Мерседес, ты достань эту штучку сбоку, подлокотник, положи локоток аккуратненько, сядь вот так назад, голову опрокинь, окошко от крыши продувало. Наслаждайся, я расстроилась. Боже мой, чему расстраиваться? Илюха-то, может, переживет как-нибудь? А, вот, сына зовут Илья. Илья, Илья, Илья. Это, как Женька там, как он справляться будет? Да, и я, слушай, не переживай за меня, я нормально как-то. С маленькой. И вот у меня в руках задание на первый день. Как ты думаешь, сколько здесь заданий? Не знаю. Два. Четыре. Ты подсматриваешь. Итак, задание для папы на первый день. Подготовить комнату к ремонту и купить... В первых сезонах, дорогая, забил, очень мало заданий. Но поэтому и приз, наверное, 100 тысяч рублей. Поэтому, 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 поэтому. В итоге они повысили потом до 200, но там стало столько дел, что, я не знаю, я бы чокнулся. А здесь где-то всегда 3-4. И стройматериалы. Посетить с дочерью логопеда. Починить дверцы шкафов, чтобы они не падали на маленькую Женьку. Сделать заготовки на зиму. Эти задания для тебя я оставляю на видном месте, чтобы в любой момент ты мог посмотреть, все ли ты сделал. До свидания. До встречи. Вот это, ручки назад. Ага, до свидания. Разберемся, ёб. Давай, добру. Задание? Это не то слово, б***ь. Это мягко сказано. Жень. Иди суп ешь. Куда? Нет, иди за стол. Не успела Маша уехать, а Женя уже начинает качать права. На кухне есть не хочет, требует накрытие и столик в комнате. Где ее табуретка? Не знаю. Экспресс-уборка. И Женя получает, что хочет. После отъезда мамы прошел... Я вышел порефлексировать на балкон. Не могу. ...уже час. А выполнять задание ведущего никто не торопится. Похожее на... Что-то знаете, что я хотел вам сказать? Решил попробовать без фанатизма, без заставлений себя. Просто захотелось попробовать есть только рыбу. Ну, в смысле, рыбу, овощи и так далее. То есть не есть мясо. Не знаю, что из этого получится. Сегодня вот первый день ел рыбу. Подороже, наверное, конечно, выходит. Но в целом вкусно. Я ненавижу рыбу, чтобы вы понимали. Ненавижу. Ненавижу почему? Потому что в детстве травма у меня была. Кость мне мама доставала. Все в краю у меня было. Вот. Но сейчас без костей беру блюдо с рыбой. В целом рыба оказывается вкусная. Вот. Я реально этого не знал. То есть это не какая-то шутка там, да? Ради перебивки. Вкусная рыба. Лосось я ел. Или, да, ну, наверное, лосось. Кускус с каким-то лососем. И салат с лососем. Вот два приема пищи было. Я наелся. И, наверное, все-таки впервые в жизни могу сказать. Да, я чувствую, типа, легко. То есть мясо тяжело. Тяжело усваивается. В том плане, что я, бывает, поем. Казалось бы, то же самое по громовке и так далее. Но я выхожу, и я прям чувствую, типа, я прям поел. А так я вроде наелся, и мне легко. Вот. Такое вот наблюдение сегодня провел интересное. Ну, хотя, как бы, наверное, всем это и так известно, что когда рыбу ешь, это не так тяжело, как мясо. Всех мужчин в этом доме напал трудовой паралич. Наконец, Коля достает пакеты. Очень много Машинах вещей. Больше всего. На их вещей одна полка и три куртки. Надо перебрать и какие-то вытянуть. Коля на любителя чтения ну совсем не похож. Но именно в разгар ремонта у него разыгралась невыносимая жажда знаний. Вот представьте, что вы просто сидите, да, и я вам включаю вот этот момент. Да, вот посмотрите, пожалуйста. Дюма, дюму, дюму, дюма. Блядь, как я натыкаюсь на вот это вот все. Дюма, дюму, дюмин, ба, дюма. Дюма, дюму, дюму, дюма. Я не могу нахать. Любил, читай. Первая книжка, которую я прочитал. Это Три мушкетера и... Хочется подойти ему по шапке, да, и сказать, ты можешь собраться и говорить. Просто нормально говорить. Типа чуть-чуть добавить энергии для разговора. Возможно это сделать? Ребята, ну в общем, я рыбу вообще не ел раньше. Ну, потому что была травма. Я просто думаю, что если я так говорил, блядь, у меня было три подписчика. Ну, то есть надо же как-то нормально разговаривать. Чела вообще не слышно, непонятно. Ну, как это возможно? Не помню. Это пауза размером в дом, блядь. Она обязательна была. Никогда не видел, как он читает. Хочу начать изучать английский язык. Фейсом ап тейбл, тейбл ап стол. Пенсил ту бук. Ф***, ёл ф***. Пенсил ту бук. Тейбл, тейбл это стол. Скай скрэпер, юбля. Я небоскребу, блядь. Сан, солнце, док, собака, кот, кошка. Хочу в Америку поехать. Любил раньше к ней. Представляете, вот он хочет в Америку. Блин, а американская мечта это для него, братик. Я думаю, что стоит попробовать точно. Исторически. А ты же ходил, или? В Пушкинскую. Я-я-я. Наверное, я не помню. Может, это давно было. Вроде ходили. Метро в Пушкинской. Такую картину не помнишь? О чём думаете, дядь Коля? Думаю, куда вещи складывать. Как устроено Колино мышление, оставалось загадкой для всех. Бред это, ч***. Тем не менее, решение проблемы он всё-таки нашёл. План. И я к врачу, к логопеду. А ты шкафы разберёшь ещё? Вот эти вот? Да. Да, могу разобрать. На досочке. На досочке, отвертить? Да, отвертить. Попробую. В магазин-то не поедешь, или нет? Нет, не хочу. Величайший стратег обсуждает план наступления на ремонт. Илью бросает на врага, а сам за обои припасами. Он выше меня ростом. Какой ребёнок-то? По возрасту так уж. У вас же мать извела все соки перед понедельником. Да, блядь, почему он так поргает? Я не могу это смотреть. Просто так уж. У вас же мать извела все соки перед понедельником. Всё по максимуму. Всё по максимуму. В магазине Коля совсем растерялся. Страшно подумать, что он там выкупил. У нас с ним разные вкусы. Берём обои же? Нет. Хорошо, что реально доверили выбор обоев вот ему. То есть не Илья, да? Илья, по-моему, мелкий сын. Вот лучше бы ему. Я не представляю, что он сейчас и выберет. Берём. Серая. Золотая середина. Будете клеить красивые обойки. Кстати, хорошо, что продавщица обоев выглядит так, как будто продавщица магазина продукта 24 в Ухте в 2001 году, вот в этом синем сарафане. Где это всё происходит? Спасибо. Коля пока выбрал только обои, а уже утомился. Куда побежала? Хорошо, что в магазине тоже есть диваны. Надо хотя бы пятую точку кинуть туда, посадить, посмотреть, полежать. Удобно, неудобно, ну? Не, он неудобный. То ли дело сейчас просто пропёрданный, поролоновый какой-то лежит, кайфует, прям там курит. Вот это нормально. А тут новый диван. Зато у Колин план по эксплуатации детского труда работает отлично. Илья из шкафы разобрал и всю посуду перемыл. Похоже, общая цель сможет наладить сложные отношения Ильи с отчимом. Или хотя бы поможет вовремя закончить ремонт. Дай руку, не бегай, стой! С корабля... Поможет Илье избежать прогиба от его отчима. На бал. Мебель выбрали, теперь нужно бежать к логопеду. Она мало говорит, как бы ей уже по возрасту надо побольше говорить. Мало говорит и много делает. Это не есть хорошо. А то потом люди вырастают. Он много говорит, ничего не делает. А здесь все наоборот. По-моему, шедевр. Она все понимает же, она шустрая. Просто надо заниматься. Здравствуйте. Здравствуйте, заходи. Да учитывая то, что я врачи не люблю. Посещать их. Находиться, общаться. То это было уморительное задание. Да, врачи реально козлы. С ними даже общаться не хочется. Всего лишь спасают. Жизни помогают. Говно люди. Выбирай, какая тебе штучка нравится. Я сам, если честно. Он по факту, если не обманывать вас. Не наивишь такие заведения. Не-не, одну. Зеленая. Хорошо. Вот. Тут главное найти правильный пункт. А ты давай. Молодец. Умничка. Замечательно. Давай посмотрим, как папа будет лягушечку делать. Попробуйте. У вас поток вытянутый в дудочку. Вот так вот. Вот то, что мы пытались, но она немножко не очень хотела. Вот. Хорошо. Замечательно. Ворота. Так вот. И просто подержать открытый рот. Вот. Хорошо. Поиграй, расскажи, покорчи, мордочки. Никогда в жизни этого не делал. Шарики, это щеки. Да, нам давать? Вот мы делаем. Смотри, как папа делает. Ну-ка, давай, давай, подойди. Пойдем. Не хочет. Ладно. Вот. Бегемот зевает. Как бегемот зевает? Замечательно. Как ленивая лягушка прыгает. Та-та-та. Нет, с язычком лучше. Та-та-та. Потому что это немножко массирует язык. Это же ей для... Вот. Вот так. Издувать. О! Вот это мне надо на обложку. Пожалуйста. Мне нужен срочно скриншот, Дмитрий. Очень срочно нужен скриншот вот этого вот лица. Да это можно, на самом деле, Дима, и не вырезать. И даже то, что я сейчас говорю, не вырезать, тоже можешь не вырезать. Вот это можно уже резать. И резко как бы выдыхать. Ну, немного, да, странноватенько. Спасибо. Такое ощущение, что чел реально вдолбленный чем-то все время. Пойдем. Познал много нового для себя. Что надо делать? С ребенком. Ну, что ты? Ничего. Разобрал? Да. Как ты, Леонид, у тебя получилось? Вот так, с отверткой и руками. Чтоб ты-то и разобрал. Молодец какой. Справился с заданием. Я делать ничего не буду. У меня было такое мнение. Да, оказалось. Не усни, блин. Это первое. Второе. Вот мне, чтобы просто похвалить. Еще, 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 еще и разобрал. Еще, еще. Нельзя просто сказать, красава, молодец. Вот, типа, похвалил и в то же время подъебал. И похвалил. Ну, это ужас. Реально, реально ужас, мне кажется. Такое просто абьюзивное животное ходит по дому. Бедный этот Илья. Дай бог, чтобы он куда-нибудь поступил. Ему дали какую-нибудь общагу. Или, может, вообще он там на хату себе заработает. Илья, посмотри мой выпуск, пожалуйста. Старайся, работай. Не дай бог ты повторишь. Жизнь своего отчима. Все он как. То, что он сам без просьб взял, все и разобрал. Не ожидал от него. Можно пойти гулять? Можно. Завтра. Сегодня уже Илья поздно, и его надо доски отнести. Куда? Доски относить не поздно. Гулять поздно. Промойку. Ну, надо, так надо. Я столько дел переделал сзади, что не делал столько. Бля, смешная нарезка. Просто чел залипал полдня 80%. Бля, это очень хороший монтаж. Не отдохнул, не полежал. Толком. Ей очень хотелось потом выпить пивка. Про ужин Коля тоже не забыл. Чуть картошку. А почему все Илья делает? Все делает Илья. Разобрал, вынес, картошку почистил, посуду помыл, полки починил. А где эти штучки, которые ты делал? Они в том шкафу, который надо делать, на самой верхней полке. Вместе с болтами. К концу дня Коля прямо-таки разошелся. Короче, как я понимаю, сейчас Илья сделает весь ремонт, это чучело будет просто ходить. Починить дверцы шкафов решил собственными руками. Хоть и кудрявыми. Илья, куда делал болтики-то? Они все там же, где эти штуки. Только сбоку. С какого? Боку и где? В шкафу все. На самой верхней полке. Пока Илья и Коля занимались своими мужскими делами, Женю настигло вдохновение. Вот это сильно. Захлестнуло оно и Колю. Хорошо, что Коля занят делами, реально, молодец. О, домик. Илья, почисти, пожалуйста, кубачок. А вот Илью жестокий мир искусства отверг. Не, ну слушайте, ну это прям вообще, типа, Илья, к ноге. Илья, бонзай, давай, иди. Илья, почисти, Илья, помой. Илья, вынься. Илья! Илья! Ты только это, поменьше срезай шкуру, Илья, потоньше. А то ничего не отстань. Ну как ты стараешься-то? Ты весь кабачок срезал. Илья, помой, пожалуйста, перец еще. Так, ребята, долго я это смотреть не смогу адекватно. Шо, Илья? Эй, чучело, блядь. И почисти, вот, косточек там два перца лежат. На эти банки. Оля, а ты не обнаглел. Дров наломал, воды наносил, кабачок нарубил. Теперь, Золушка, можешь отправляться на бал. Не знаю, у меня все время такое ощущение, то, что не дядя Коля это должен делать, а я все время это должен делать, все. У тебя не ощущение, бро. Женя. Где она? Женя. Блядь, у вас квартира 55 метров квадратных, сделай два шага. Тюлень, блядь. Женя. Нету, Илья, блядь, гонишь совсем? А ты, блядь, балкон открыт. Че ты делаешь? Такой вот, легко воспламеняемый человек. Да Илюха, он просто ебан. Почти полночь. Все при деле. Да и Женю никто укладывать спать даже не собирается. Главное при встрече с ведущим продемонстрировать бурную деятельность. Ну как ты тут? Как вы тут? Ооо. Ты что там, ужин? Ооо. Все то же самое. Понял. Так, че там? Готовишь? Банки. Закрываем. Можешь поговорить? Ну так, не особо. Занят. Я когда уходил, я видел такой ужас в твоих глазах. Я думал, что сейчас я приду и в том же состоянии тебя здесь и вижу. У нас было задание подготовить комнату, купить стройматериалы. Что с этим? Стройматериалы купили. Вместе выбирали? Нет, я шкафы разбирал. Как тебе это все удалось-то? Отверткой, сверлом, руками. Мальчик в 14 лет шкаф разобрал. Вот если бы он его собрал бы обратно, ломать не строить. Николай, ты великий организатор. Ну, конечно. Процентов 48 моей работы на этом месте. Может больше. А ты гулять-то ходил? Завтра ходил. Смотрю, дверку надо было починить, шкафчика нет. А я починил вон ту дверку там. Покажу. Есть. Да. Вторая. Да, есть, все. Молодец. Это сделано. Круто. Сходить к логопеду. Что с этим? Проходишь к зеркалу. Говоришь, дикообраз. О, да. О, да. О, да. О, зубы. О, забор. О, забор. И третье задание. Заготовки на землю. И третье задание. И вот эта вот пирамидка на голове. Бля, пифа, люблю. Прикольный чел. Кстати, я не знаю, где он сейчас. Вот ничего не снимается. Я его больше нигде не видел ни разу. Какой запах. О, но пока это не заготовка. Пока я вижу просто жареные овощи, которые можно подать прямо сейчас на стол. Ну, так можно, но не нужно. У тебя еще есть время сегодня. Ты можешь все это успеть доделать. Да, я завтра приду, и если все не съедите, мне чуть-чуть оставьте. Я вообще закуски очень люблю. Подводочку. Увы. Милое дело. У меня есть новое задание, которое тебе нужно сделать в течение завтрашнего дня. Страшно? Задание для папы на второй день. Снять плитку с потолка и починить розетки. Получить питание для Жени на молочной кухне. Вот как этот человек будет чинить розетки? Починить экран под ванной, отнести... Дальше такая ужасная новость есть в Тбилиси. Я же сейчас в Грузии. Кто вдруг до сих пор в танке не знает. Восстановили какой-то там огромный фонтан. Потратили на строительство там 2 миллиона долларов или что-то такое. И какие-то дети засунули руки в фонтан, их ударило током. Одного подростка уже убило. Короче, что-то там с проводкой. Что-то не досмотрели, не дочинили. И просто кто-то уже от этого умер. Это вообще на самом деле ужас. В Грузию, кстати, уехал еще в апреле. Потом вернулся в Россию быстренько по делам. И уехал в августе. 7-го числа. Да, 7-го августа я здесь уже был. Поэтому всегда люблю читать... Да господи, боже мой. Вот, пожалуйста, лосось-то. Вот он и лосось. О, поэтому люблю читать комментарии по типу «Мобилизация началась в Грузию свалил». Да, 7-го августа началась мобилизация. Все верно. Меня в ступор ввел. Пять лет стоит, а тут ей понадобился ковер. Завтра его повезешь, я позоришься. Вон там молями погрызаны весь ковер этот. Выкинуть его надо. Сказать, что украли. Ну, чё? Держи тебе задание. Все это нужно сделать завтра. И у меня есть тебе два совета. Первое. Уложи Женечку спать. Всё. А второе. Держите друг друга. Вы отличная команда. У вас должно всё получиться. Новая созданная команда. Начинающаяся команда. Пока. Какая начинающаяся команда? Как вообще можно сюда впи***ть? Было слово начинающаяся команда. Начинающаяся. Утро нового дня. После вчерашнего трудового марафона все спят дольше обычного. А зря. Молочная кухня ждать не будет. Мы поехали. Помогу. Занимайся. Коля снова берёт на себя, что полегче. А Илья остаётся дома. За главного. На самом деле, наверное, я понимаю, почему Илья всё это делает. Не потому, что он такой, а, да, хорошо, я сейчас буду выполнять командир. А потому, что всё-таки есть, наверное, какое-то уважение к маме. Хочется какой-то нормальной жизни. Всё-таки ему там тоже жить. Поэтому молодец. Вот лучше так. Понятное дело, что меня раздражает, что этот Коля, блядь, дуралей, сам ничего не делает практически. Но, тем не менее, семье так будет лучше. Под семьёй я подразумеваю маленькую Женю, Илью и жену. Вот. Этот, блядь, может и в пещере, мне кажется, жить. Всё, украл тебя. Дай ручку. Да. Да. Получить питание для Женина и молочной основе. Я сначала, знаете, как просчитал? Получить, получить ВНЖ. Итак, Коля, у тебя задание на третий день. Получить, получить ВНЖ Италия. Вот такие вот шутки-самосмейки сегодня у нас, ребята. Всё, проспали. Молочная кухня уже закрыта. Семён Семёныч. Открой, Семёнов. Молоко отдай. Оператор там уже давно в раздаточном пункте был, поэтому он снимает и, как бы, пока ещё открывать не собирается. Но оператор там уже. Ты чё плачешь? Ну, разочек, вот последний рецептик, видишь? Ну, ладно. Ну, пожалуйста. А сегодня? Ну, ребёнок голодный, очень надо. Мать уехала в Тамбов. А? Голодаю, и яичницу не начнут делать. Женя, улыбнись. Постучи ему в окно. Стучи. Чё не открываешь? Всё, 12 часов. Времени восходить-то надо вовремя. Давайте, что у вас там? У меня рецепты вот какие? Так, сентябрь, октябрь. А номер какой у вас? 107. Так, где галочки «Роспись» и расшифровка. Ещё приходите за кефиром в сторону там. Да. Один раз, да? Два. До свидания. Первый раз вижу какие-то молочно-раздаточные пункты. Реально. Какие-то яйца выдают, смотрите. Кефир, да, и в Африке кефир. Конечно, вкусный. Понятное дело. Тут даже как бы и спорить-то не буду. Базар у зиру брать. Яйца-то, они и в Африке яйца. Ну, вкусный ещё когда яичницу доделаешь, блин. С коклетками, блин. Особенно с утра из похмелья. О, милый дел. Особенно до детской молочки. Илья в это время продолжает разбирать комнату. Будь здоровы, брат. Сопли. Чихать всё время начал. Из-за аллергии на пыль. Пока ковёр относил. Всё на меня прилетело. Блин, такое парень доброе лицо. Он ещё всё это делает непрекословно. Просто, знаешь, собирает, подметает. Какой красавчик, реально. Я вышел на балкон и начал там чихать. Будь здоров. А потом и вовсе сбежал гулять, бросив задание на полдороги. Ну, кстати, я хочу вести такой образ жизни, чтобы потом подниматься с послемолочно-раздаточного пункта вот так. Ничего не поделал. Видно, Коля ужасно расстроен. Вот тебе, пожалуйста. Я не буду звонить, мне, б***ь не надо. Он сказал, я сделаю. Я сделаю, я помою посуду и всё. А он ничего этого не сделал. И с***. Ты отстаньте от меня, а. Смотрите, пожалуйста, в экран. Ты отстаньте от меня. Прямо сейчас видно, что там нет ничего абсолютно в этой мойке. Возможно, там где-то на дне одна тарелка. Он говорил, что помоет посуду. Он собрал, как минимум, ковёр огромный, вынес его, подмёл. Всё. Займись тоже чем-нибудь. Ты просто сходил, б***ь, брал из молочно-раздаточного... Б***ь, почему я это слово запомнил? Молочно-раздаточный пункт. Господи, боже мой, моя мечта. Вот. Забрал оттуда кефир, что-то там ещё выклинчил каким-то образом. И ходит, смотрите, ноет. Музыка вот эта лирическая, надеюсь, что все понимают, что это для шутки, наверное, вставлено. Просто вот прям такое жалкое чучело сидит. А он попросил. А он, нахуй, я ему заеду, а-а-а-а-а-а-а. А? Ничего не случилось. Едва наладившиеся отношения с приёмным сыном отвесили Коле подзатыльник. Банальный подростковый протест просто выбил Колю из колеи. Б***ь, в тот день всё. Хотелось пожараться и лечь спать. Коля очень расстроился. Всё, пошли. На подушку, на собаку. Правильно, ремонт подождёт. Главное – подлечить нервы. А, ну ладно, 15-14 ещё не так страшно. Б***ь, как он тяжело ходит. Какой ужас. Коля просыпается и сразу берётся за работу. Дел много, а рук только две. И те кудрявые. Ремонт явно даётся Коле очень тяжело. Хотя маленькая Женя помогает ему, чем может. Молочка, розетка, отодрать потолок. Х***, его одни сделать. За неё-то Коля и взялся дальше. Опа, опа, вырос лангер. Экран под ванной – это эта штука, да, которая, типа, закрывает? Ну да, наверное, да. Я сам собой. Тут вот для дураков написано. Выкрутить саморез, удалите фишечку. Хочешь, что-то приятное саморезом там? О, всё. Встал я в ступор. Инструкции пошли. Мне кажется, когда всё это закончится, он просто нажрётся. Он просто забухает точно сразу. У него прям стресс. У меня есть ощущение, что он в процессе сейчас уже начнёт. Ещё бы. Только на чтение инструкции ушло полчаса. Без соточки не обойтись. Х***, можно ещё это, Кикра. Старый стоит, а стоит ещё. Хоть ты нажрись, а она её не соберу. Чё они не вкручиваются-то? Коля в отчаянии. Что и требовалось доказать. Бля, я только сказал. Да мне кажется, он в процессе нажрётся. И чел просто пахает сотку сразу. Соточка помогла. Так, а я не понял. Прошло уже 35 минут от передачи. Где тем временем мама? Где мама, которая отдыхает в отеле и кайфует? Возвращение блудного сына. А я с ним не разговаривал в тот день. Ну да, из-за его поступка. Коля обижен. Даже не смотрит на Илью. Я бы на месте Ильи не радовался, что на меня не смотрит Коля. Илья. Да? А ты ковёр вытащил? Вытащил. Ты его почистил? Зачи... Нет. Иди чист ковёр на улицу. Как чистить самому? В задании чётко сказано. Химчистка. А, не было денег на химчистку. А его выкидывать? А, заработай. Возьми кредит, блядь. А-а-а. Вот это, знаете, такой. Нашёл лазейку. Айди к нему, а пусть чистит Илья. Илья вообще здесь ни при чём. Дорогая, я забил ты лоб. Старый, огромный, никчёмный, ненужный. Вот ты забил, ты и должен чистить. А не Илья. Тебя чистить. Ты сначала купи. Чтоб выкидывать. Зачем вообще этот ковёр чистить? Выкинули бы его нахер. Прогнав Илью с ковром с глаз долой, сам Коля продолжил неравный бой с экраном под ванной. Ой, блядь. Да тыич, как тысики говорят. Мне, наверное, жалко Илью. Ещё вот эта вот музыка лирическая. Он просто пошёл один чел чистить огромный ковёр. Зачем чип? Ну, не могу. Задача явно Илье не по силам. Посмотрите на этот ковёр, как его чистить. И, кстати, хорошо, что на детской площадке. Чтоб там было меньше пыли, там, где дети играются. Логично. Да бред. Нет, всё, я не буду ничего делать, не могу. Кайвер выбить. Большого ума не надо. 20 лет назад вообще химчицек не было. Все выбивали из зимы ковры. Это просто олицетворение худшего типа людей. Это вот я сто раз повторял и повторю ещё 856. Это вот это, знаете, живёшь уже просто вот в говне. Ну, вот это типичный, вот эта дорогая я забил. А у нас там то-то, то-то, того-то нет. Нет, а чё, в Африке у детей вообще воды нет. У нас есть вот и радуйся. Ничего. Раньше и этот. И так вот. Какая, блядь, разница, что было раньше? Какая нахер разница, что у детей в Африке? Вот ты здесь, ты кусок дерьма официально. Просто вот прям ничтожество. Ладно, я не буду обесценивать его на 100%. Хорошо. 85% ничтожества. 15 где? Скажу. Он сидит с детьми по утрам, пока мама работает. Ну, как сидит. Вот так вот из-под палки играется. По крайней мере, то, что мы увидели по кадрам. И спит. Всё. Респект ему можно за это дать. Ну, может, кто-то может дать. Я не могу. И жили как-то с этим. Сука, его прям хочется на ускорение включать. Выбел? Я вообще смотреть не могу. Нехренно хи*** заниматься. И тут случилось невероятное. Коля впервые пожалел Илью. И взялся за дело сам. Да в***й этот ковёр, в***й мне не нужен. Ты чё? 20 лет назад ты химчисток не был? Выбивали. Чё такое-то, братик? Ёпта. Вообще, б***ь. Не усрал. Но что-то пошло не так. Бывший баскетболист. Так 100 тысяч не заработаешь. Держись. И ты, Коля, тоже держись. Мечты о главном призе всё-таки заставили Колю снова попытаться выполнить задание. На море съездить. На море съездить, купаться, загорать. Кто-то белый здесь. Вы видели, как он чистит? И даже Илья не побоялся подойти к источнику аллергии. Жень, пойдём домой. Кладу, попёрт. Сюда же ставь. И снова главный метод Колиного воспитания – трудотерапия. Надо убираться, надо чистить, надо следить за самлой, а не жить в б***е. Вот и к вопросу снятия старых обоев подошли сообща. Коля раздаёт команды, Илья работает. Налей, во-первых, горячей воды в ведро. Возьми какую-нибудь майку. Свою возьми. Ты ведь не три, а промакивай. Что ты натираешь? Они должны намокнуть. Почему он даёт указания? Как это работает? С какого хера он даёт указания? Чтоб они стекали по обоям. Это не сделано. Илья, где она была? Она на обои. Да ё-моё. Вот так. Надо объяснять, пояснять. Надо водить. До ихнего бестолкового ума. А, до ихнего бестолкового ума. Жень, отойди с воды. Нет, нет. На. Только воды погорячей. Это ерунда. С заданиями почти всё, кроме обоев. И розетку. А, розетки ещё. Нет. А, розетки ещё. В натуре, блин. Слушай. А, Илья. Поменяй розетки, пожалуйста, ещё. Ну, чё ты не понимаешь, как розетки менять? Да, ну, иди того, блин, налево-направо. Достаёшь розетку, проводку, вот здесь, синий провод. Да, да. Ну, вот и делай всё. Расстроил ты меня, конечно, сегодня. Хорошо, что дома завалялся алебастр. Иди, смотри. Не кричи. Чё, токон не ударил? Практически, а что он вообще делал? Кто-нибудь понял? Там задание было сделать розетки. Я как понимаю, там должна была быть розетка. Он решил и заклеить. Типа, и там не было, или что? Типа, такая мыслышка, что-то пошло не так. Я могу ошибаться, но как будто бы так. ***, по-другому. Похоже, теперь дом останется без света. Но, к счастью, всё разрешилось. А, он прям ебан всё. Пришёл кто? Да. Коленька. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к тебе, как обещал. А я уже и не ждал. Привет. Рассказывай, как день прошёл. По заданиям пройдёмся? Да. Или что надо было сделать? Моечную куклю съездить. Съездил? Вон коробки. Так, набор номер восемь. Часть первая. Набор номер восемь. Часть вторая. Всё далее. Потолок нужно было отодрать. Отодрал. Ну... Не до конца частично, но... Не зачистил. Не зачистил. Это, кстати, очень непросто. Ну, к утру успею. Слушай, ну тут начал. Шпателем ковырял. Чё делать-то будем? А? Сегодня спать? Сегодня спать, а потолок? Вечер утреннее. А потолок за Илюхой. Утреннее. Будет день и будет пища. Чё думаешь? Можно либо сделать, можно либо не сделать. Третьего не дано. Также нужно было... Тоже вот это, ребят, кому нетрудно запишите. Можно либо сделать, можно либо не сделать. Третьего не дано. То есть нет там типа сделать наполовину. Нет там такого типа запланировать. Либо да, либо нет. Третьего никогда не было. Его никогда не было дано. Ну, я повторил. Потому что это повторение мать учения. Чем больше повторяешь, тем больше запоминаешь важных мыслей. Многие в книгах пишут то, что нужно шесть раз перечитать что-то, чтобы точно понять и впитать. Так вот я повторяю. Погнал починить розетки. Да, меня чуть не ударило током. Я решил оставить на утро. А что значит чуть не ударило? Тебя либо ударило, либо нет. О, да! Третьего не дано! А скрутки чем делал? Скотчем? Я их не делал. Это до меня все осталось. Надо было переделать. Скрутки надо менять, безусловно. Ну, а я не подумал. Хотел так. По-быстренькому. Так это не получится. Скрутки надо менять. Когда? Завтра сделаю. Это завтра. Это завтра. А нужно было все это? Сегодня. Чуть-чуть остаешь. Ну, как и с банками. Ну, сделал уже. А есть? Прям в кастрюле пойдет? Пойдет. М-м-м. М-м-м. Это что, похрустывает? Я ему оставил. Понравилось. Водочки бы еще. М-м. А водки не было. Так что, так и есть. Еще одно было задание. Отнести ковер в химчистку. Да, я его не решил. Не носить в химчистку. Да, решил сам выбить. Как в наши старые добрые времена. Да, только без зимы и без снега. Да, тяжело и муторно. Ну, молодец. Ладно, а ковер-то где? Да, вот в прихожей стоит. Илью, ты мне поможешь? О, и аллергия на пыль. Как аллергия на пыль? Так. А ты знал, что у него аллергия? Да. А что ты его заставлял тогда? Что значит? Что он сказал мне, что он потолок сегодня сделает и срулил гулять. Ну, вы что, поругались, что ли, или что? Ну, так, семейная неурядица. Пообещал, а не сделал. Не обещал? Ну, он изъявил желание помочь. Я не обещал, я просто сказал, что это сделал. Ну, вот, не получилось. Ковер раздора снова обострил отношения между... Стретька пообещал, я не обещал, но изъявил желание. То есть он врет, нагло врет. Олей и Ильей. Чего мне хочется помогать? Потому что хочется на диване посидеть больше, чем что-либо делать. Давай посмотрим на наш... Представляете, да, какая у человека... Ну, это сейчас даже, кстати, без агрессии просто, как поразмышлять. Насколько у человека вообще просто пустая и бессмысленная абсолютно жизнь. То есть он просто монотонно выполняет каждый день одну и ту же работу. Я уверен, что для него это работа. То есть ему кайфове намного лежать, смотреть YouTube и курить без пепельницы в этом ублюдском зале. Ему абсолютно не важно, что подумает жена, вот этот вот непонятный хер с горы, неродной сын, да. Женя. Ну, какая разница? Чуть поигрался для вида, поспал, жена пришла заниматься всеми полноценно, я полежу. То есть вот, типа, у него наполненность жизни вот в этом. Вот это страшно, это ужас вообще, это просто ужас. Я просто понимаю то, что ему реально лет 45-50. И в его возрасте есть люди, которые там, знаете, работают, путешествуют, что-то там читают, изучают. Кто-то, да, языки, наверное, учит. Кто-то на бали серфит каждый день. Вон у Феди какой-то там коллега по работе, ему там сколько, блин, 37, да, если не ошибаюсь. Ну, там Феди мне может поправить, хотя он не смотрит эти ролики. Короче, от 35 до 40 он каждое утро серфит. У него там дети ходят на бали в какую-то английскую школу, чтобы потом поехать в Англию учиться. Короче, я к тому, что в этом возрасте еще можно столько всего делать. Просто невероятное количество дел, невероятное количество ценностей нести там для себя, для семьи, для народа, для мира, неважно. А есть вот такие люди. И это реально стрёмно. Ну, это прям ужас. Не пылит. Может быть, можно в химчистке, конечно, и лучше. Но то, что ты это сделал своими руками, он чистый, на взгляд, нежный на ощупь. Да, Женечке приятно. Ну, что-то пробежало такое хорошее, душевное. Кому не приятно, когда тебя хвалят. Что-то сделано, что-то сделано не до конца. Но не это больше всего меня беспокоит. Честно говоря, мне не нравится, что в вашем доме нет мира. И я этим очень недоволен. Более того, этим очень была бы недовольна Маша. Вот тебе задания на завтрашний день. Читай их сам, изучай. Но главное, что я хочу увидеть завтра, это команду, семью, которая готова удивить. Завтра третий день, когда уже приезжает мама, а тут просто ещё даже обои нормально не отклеили, ребята. Даже не отодвигали ещё шкаф. Свою маму и супругу. Поняли, ребята? До завтра. Задание для папы на третий день. Завершить ремонт и собрать новую мебель. Отвезти Илью в бассейн. Потому что он был записан на эту тренировку ещё месяц назад. Сделать генеральную уборку... Отвезти Илью в бассейн? Мне кажется, Илья сам может дойти до бассейна, нет? Или это специально, чтобы они прогулялись, поболтали? В сей квартире. Радует одно, что это последний день. Пи***ь, как д*****ь. Три задания как протягивала, хотелось всё послать. И задания, и ведущего бросить, закрыть двери и всё, и лечь спать. Разогрейся, илья. Сейчас я трясущу хлеб у себя. Сначала включи конфорку. А это что такое? Это... Это я. Что ты? Суп. Солянку. Разлил. Что-то ухлятина это пахнет. Нету половой тряпки. Ищи, майку свою возьму. Нет, не возьму. Несмотря на просьбу ведущего установить перемирие, им в доме даже не пахнет. Не могу найти тряпку. Я тебе сказал, как у холодильника лежит, ты чё? Помой её, б**ть, и протирай. Чё ты, а чё ты, а чё ты, а сухлятина, кусть ты и сделай? На натуре голову не б**ть, за***л, Илья. Насрал, б**ть, убирай, б**ть. Давай, давай. Не понял, а что он заплакал? За чего заплакал? Стыдно стало или что? Или перенервничал? Что ты заплакал, маленький мой телепузичек? Что произошло? Б**ть, я не могу. Я закончил нестерпение силы. А, ты сломался. Ты сломался. Никто не выполняет твои обязанности так, как ты хочешь. Да, ты сам ничего не можешь. Маленький. Такой сладуся хороший. Бесполезный, старый, толстый, тяжело дышащий. Блин, маленькая ты моя вермишелька. Я бы тебе с удовольствием помог. Нет. Б**ть, ещё и ноет. Ну, не знаю. Я уверен, есть зрители, кто, наверное, смотрит, думает, да блин, как-то жалко. Вспомните, начало передачи, вот вообще, как проходит жизнь. Посмотрите вот на это вот чудовище. У меня жалости просто ноль. Я не знаю, что я с ним делаю. Илюшева. Люблю. Конечно, а как можно любить, если ты не проявляешь любовь никак? Ты просто вот в прямом смысле дебил. Чел пролил суп. А. Илья, это ты суп пролил? Да. Б. Блин, протри, пожалуйста. Или сам протри. Это вариант, наверное, В. И Г. Это когда тебе задали вопрос. А где тряпка? Тряпка вот там, вот помой её, потому что, возможно, она грязная. Всё. Ты добавил туда 7889 матов. Вот этот абьюзивный тон. Вот эта вот мерзкая усидчивая твоя вот эта вот поза, когда сел. Я тебе, блядь, сказал того, урод, нахуй, наоборот. Вот эту ебаную тряпку выебанную, блядь, в рот, ебаную, помой, нахуй, сука, ты тварь, ебаная, блядь, и вытри, блядь, ебаная, ой, блядь. Ну вот, ну как после этого можно полюбить человека, если ты просто разговариваешь с человеком, как шимпанзе. Ну типа, это, кому я это объясняю, ребята? Ну, они всё понимаете. Я думаю, он меня не любит. Да, люблю. Я не очень верю, если честно. 11.15. Илья проспал школу. Но Коле явно всё равно. Это любовь так проявляется. Дом в руинах. Они с Ильёй в ссоре. Дел полно. Вместо того, чтобы браться за них, Коля хватается за бутылку. Бери плавки, плавки, к ней не подходи, она тоже вставляет, раздышит. Зачем мне тут всё обратно вытаскивать надо? На Романов всё есть. На Жене есть. Илья начинает собираться в бассейн. Оля пытается найти документы. Блять, суки, попрятал всё. Ну, ***, мне надо сидеть тут, раздебывайся до трёх ночи. Маму куда-то их положил. Мы по три раза проверили все документы. Всё на всех есть. Обидно нету. Даже свидетельство о рождении не нашли. Куда она их делала, я не знаю. Давай, Илья, одевайся. Бери трусы хорошие, полотенца. Ведущий просил ребят собраться и стать командой. Да давай, ***, будем у тебя морозить. Одевайся. Я хотел посмотреть, холодно, нет. Илья, ну ты чё, ***? Но они только продолжают переругиваться. Не они, а он. Документы мы так и не нашли. Ну, так и поехали. Нас варис без документов. Пойдём, Жень. Я нашёл. Родионов Илья. Всё. Только Колиных документов оказалось достаточно. Прикладывать надо браслет. Пока Илья переодевается, Коля идёт знакомиться с тренером. Так. Здравствуйте. Сергей. Коля. Сколько мальчику лет? 14. На воде держится, боится пропускать голову в воду или что-нибудь, там какие-то негативные... Да нет, ничего. Всё нормально, да? То есть ныряет, бегает, плавает. И сами его чему-нибудь обучали. Ну, в детстве сам. А что тогда, наверное, сейчас... И брасом, и дикобрасом. Обучал братика мату. И вольный, и невольный. Ленец не хочет ничего делать и не хочет интересоваться. А навязывать я самому не хочу ничего. Ныряй. Разбега, ныряй. Хорошо, ножки опусти вниз. Сначала неохота было, потому что у меня сопли были. Хорошо, молодец. И горло болело. Хотя и сейчас сопли есть. Не надо напрягаться, пусть вода тебя держит. Коктейля не хватает. Как бассейн в Москву раньше был. В то время я был худой и стройненький. Плакать хотелось. Как люди купаются, хотелось плакать. Почему же я не купаюсь? Серьёзно, говорю, прямо у него даже слеза идёт. Прям сейчас, разоплакал. Вот мы сейчас с тобой лежим, ты плывёшь, работаешь спокойно ногами. Коля сдал Илью на тренировку. Теперь он может спокойно посмотреть на приёмного сына со стороны и, наконец, трезво оценить ситуацию. Так звучит, да, теперь он спокойно может посмотреть на приёмного сына со стороны. Ребёнок, он неплохой на самом деле. Убрать бы как-нибудь только вот это всё. Что? Лене телефоны. Может быть, что-нибудь и получилось бы. Усталость берёт своё. И Коля засыпает. Снилось, как я копаюсь на юге. Очень сильно хочу море посмотреть, просто море. Мне вообще пляжи нравятся. Я никогда не был. Я ни на море, ни на границе, нигде. Ну что, поплавали? С противосложением. Королист. Королист – это кто? Это когда как руки-шкурочки, как мельница работает. Самый быстрый стиль всех четырёх. Лени много в нём. А так он очень способен. Молодой человек. После тренировки… Он разговаривает примерно как Паша Техник. Я только сейчас понял. …этотственный отец заходит в магазин. Видимо, вспомнил, что детей нужно покормить. И о себе не забыть. Юная леди до дома ждать не желала. Да и джентльмены не смогли отказать себе… Фу-фу-фу, хорошо, что сейчас не третий день. Жена не скоро приезжает. Всё уже готово. Поэтому могут позволить себе расслабиться, постоять около магазика, взять водку. В изысканном пикнике… У помойки. А я вторую съемку. Сегодня Коля позаботился об Илье и сводил его в бассейн. Кажется, это помогает немного наладить их отношения. Заснул, прям даже не помню, как заснул. Как присел, даже не помню. И сразу его рубило. Коля по традиции завалился спать. А Илья берётся за работу. Вот человек говорит, криворукий я. Ну, не знаю, я это вообще не воспринимаю, типа. Говорит и говорит это. О, мой клад. Офигеть. Моё. 400 рублей. Чё они там лежат. С ума сойти. Какой ребёнок молодец. Хороший сарказм. Это не сарказм, это я тебе под... Илья, такой ремонт всё. Даже сейчас, да, заметили, то есть можно же было вытискать. Нифига себе, блин, красава. И присоединиться. Ой, блин, какой ребёнок молодец. Пока мы... У меня уже комментарии закончились, я уже просто наблюдаю, мне интересный итог. То есть я уже всё, выводы я сделал, сказал всё, что мог. Пьяный, с тобой спали. Кажется, Коля не ожидал такого мощного шага Ильи навстречу примирению. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. А мне оно хорошо было. Под водочку-то. Илья, иди сюда. Голова болит. Коля с Ильёй впервые за три дня вместе берутся за работу. Не сломай, жми. На стремянке наклеил, взял, болез, сюда, сюда. Тяжело, гиморно. Папа забился. Наконец в доме установился мир. Так мы же помирились уже, что-то. Само по себе, как-то. Ну, первый раз за передачу. 55-ая минута шоу. Осталось смотреть, сколько там, 9 минут они показывают, как там мама. Блин, я хотел посмотреть впечатление от отеля, от номера, точнее, когда она заходит. Это же самое вот прямо ценное для меня вообще в этом шоу со стороны мамы. А в это время Маша учится отдыхать. Впервые в жизни. Я всегда бегу домой. Я вот прямо с работы, прямо встаю и бегу домой. И по пути могу еще в магазин заскочить. Здесь бежать никуда не нужно. Разве что из бассейна на массаж. Дочка растет, надо что-то как-то менять. Ну вот она прямо девчонка-девчонка растет. Будем вместе с ней расти. И снова превращаться из ломовой лошади в хрупкую женщину. Мне не надо никакого пи... Я сейчас еще все эти дни сладкое не ем. Причем, кстати, уже даже себя не ограничиваю. Просто вот не хочется. Но, когда видишь подобного рода десерты, хочется съесть холодильник с шоколадом. Бежать завтра, вставать, готовить. Да, я приду там, поем. Похожу, подышу, поленю. Теперь Маше на очередь забивать. Это не страйк, что ты радуешься. Еще две надо сбить. Команда быстро выходит на финишную прямую. Тут оказалось все просто. Два раза щелкнул, подрезал. И это все. Кривоватенько, но получилось. От ссоры не осталось и следа. Из Атлантики вода. Ладно. Цель сближает. Ну все, пора сдавать. Ты замужем теперь. Ладно, надо посмотреть, что они сделали. Потому что опять как-то, знаете, по волшебной палочке. Просто так пам, и что-то... И вроде уже все есть в зале. Работу. Привет. Плов не помы. Рано пришел. Не ждал его так рано никто. А он приперся. Застыл мне он прямо в руке с веником. Не спите. Да куда тут спать-то еще? Ну что, клади инструменты. Давай, показывай. Вот, были задания. Теперь вот телевизор веществ. Ты их перевесил или уничтожил? Уничтожил. Да? Чтоб глаза не мозолили. Все-таки три дня и такой объем работы. Человек, который ничего не умеет, не делал никогда. Сложно. Спотел от работы? Да, спотел от работы. Я смотрю, ты тут торопился. Все еще достаточно влажное. Здесь что? С плентусами потолочными. Промашка вышла. О, вот он, плентус. Ну все. Несколько часов и все. Ты просто не успел, что ли, получается? Ну да, мы в рано пришли. Пол положил. Как справился с этим? Ой, вообще тяжело, прям устал. Ковров больше не будет в доме или как? Что значит не будет? Я не успел, ковер есть. Ты смотри, архитектурно-дизайнерский рейт. Фух, слава богу, что там ковер такой типа под обои. Фух, я думал, не дай бог сейчас вот этот красный ублюдский ковер положит. Решение буквально. Здесь у тебя еще зона кинотеатра. Посмотри. Мой предмет гордости – телевизор. Я не очень понял, диван смотрит в тумбочку. Тут ковер, там дверь, а тут телек. Он стоял, неудобно смотреть его было, неудобно сбоку. А тут прямо напротив пивка, водочки и футбол. И вечер удался. В третий день тебе нужно… Да, в этом смысл жизни, кстати. Пивко, водочка и футбол. Нужно было выполнить несколько заданий. Давай по порядку. Мебель собрал, ремонт завершил. Завершил. Почти. Второй. Генеральная уборка к приезду мамы, супруги, любимой. Ну, все в процессе, я же с веником был. Ладно, и самое главное задание – отвезти Илью в бассейн. Отвели. Хорошо. Отвезли. Да, даже отвезли. Отвезли. Главным-то моим заданием был. А, все, я понял, где диван, понятно, все. Какой? Какой? Я просил вас найти общий язык. Мы помирились. Да. Лемонт закончили. Вместе? Да. Ну, да нет, что ли, разосрались и как-то помирились с собой. Как-то само собой получилось. Ну что, парни, пойду за мамой. Ведь все это ради ее. Что-то прям как-то… Чем ближе, тем страшнее. Ха-ха-ха. 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 Хорошо. Я устала отдыхать. Я по ним соскучилась. Мама! Ха-ха-ха-ха. Привет. Приехала. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Как дела? Ну, у меня ничего, у вас как. Очень уставшие лица. Ужасно уставшие лица. Коля и Ильи. Мама! 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 Устал? Я просто старый солдат. Не знаю слов любви. Соскучился малости. Хоть есть кого похватать теперь за х**у. Смотри! Так гахало, а вот смотришь. Хотели бы ли вы, девчонки, чтобы вас похватал за жопу такой персонаж? Обязательно дайте знать об этом в комментариях. О, у нас телевизор висит. Папа так хотел. Они молодцы. Потому что я, в принципе, даже такого результата не думала, что будет. Лавина. Как-то, кстати, у нее эмоции заметили такие, немножечко в ноле. Я думала, они даже такого не сделают. Вот, типа, такого. И как-то нет такого. О, ламинат. О, телек повесил, как хотел. Прикольно. Нравится? Да, ламинат хорошо. Это комната похожа на комнату твоей мечты? Темновато. По мне темновато, конечно. Для Коли вообще просто. Это евро. Супер евро. И вообще просто. Там золотая медаль. Вперед с песней. Потолок. Резной. Новый. Резной. Половину из этого сделал Илья. Ты можешь гордиться своим сыном. Молодец. Я знаю. Коля так старался. Почему ты чуть ли не плачешь? В чем проблема? Ну так. Кудрям, конечно. Первый раз. А, ну она такая, видите, немножечко. Что-то я сделал. Что тебе не нравится? Сейчас сделаю обратно, как было. Как было? Да. Не надо, как было. Пусть будет так, как есть. Все. Целуй, тогда. Мне кажется, если... Ну немножечко, как я не договорил. Не то, чтобы неблагодарная. Как вот. Ну, кудряво все как-то. Слушай, дорогая моя. Ну было прям ужасно. Было настолько ужасно, что не хотелось находиться. Сейчас просто комната. Нормальная комната. В которой можно сидеть, телек посмотреть, поспать, полежать, поболтать. Все. То есть это уже результат. Плинтуса только надо, чтобы сделали сразу же желательно. И тогда будет прям супер. Либо розовые обои, ей бы понравилось. Какой-нибудь желтый потолок. Зеленая мебель. Ромашки, дикобразики. Вы бегали где-нибудь. Как бы то ни было, самое главное решение на этом проекте остается за мной. Как ты думаешь, ты заработал приз в стоп? Не, я думаю, что он заработал. Только тут как бы не то, чтобы он заработал. Типа они с Ильей заработали. Я уверен на 95%. Тысяч рублей. Конечно, а сколько я сделал? Все. Ну что, я не заработал эти деньги? Заработал. Они молодцы. Я тоже так считаю. Мое решение в этом конверте. Открывай. Еще две фунги. Переложение на работу. Валичи. Убрай. Не понял. Что произошло? Мама. Да. Конечно, так однозначно не скажешь, но мне кажется, что не так. То есть это слезы радости? Ну, да. Ну, для Коли это хороший вариант. Я думаю, что ему даже лучше так. А-а-а. Пивчик, типа, решил не давать ему бабки, а дал ему работу. Бля, вообще, ну, на долгосрочную перспективу это идеальный вариант. Это просто перфект. Типа нет ничего лучше, чем это. Потому что, что такое сотка? Давайте по-честному. В... В рамках семьи. А это большая семья, четыре человека. Это, типа, месяц... Ладно. Два месяца жизни, наверное. Либо один полуотпуск. Ну, и то им придется добавлять. А так работа будет. Мне кажется, это очень крутой подгон. Возможно, он не хотел. Возможно, у него в голове была сотка. То, что он там появился. На фриланс уйдет. Ну, под фрилансом я подразумеваю просто распитие напитков и играние с Женей. Ну, типа, я думаю, он вообще прям расслабился. Ну, я расстроился. Я обрадовался в одно и то же время. Коля! Иди сюда. Мама! Коль, что случилось? Даже не знаю, как сказать. Этого мне сегодня не хватало. Это дороже 100 тысяч? Да. Для меня, да. Спасибо большое. Коля, я хочу... Тогда ладно, тогда ладно. Объясните. За эти три дня ты начал меняться. Но этого, к сожалению, недостаточно. Ты почти справился с ремонтом. На глазах у всех. И начал двигаться вперед. Ну, какие-то вещи по-другому стал смотреть. То, что Илья вроде ко мне изменился. По-другому как-то. Ну, тоже пока не могу все это осознать. Ну, как-то... Мягче, восприимчивее, что ли. Меня стал воспринимать. Мне надо лампу новую купить. Глаза устают от того, что она сильно херачит мне в глаза. Надо, видимо, купить какую-то, сходите, кольцевую или софтбокс, потому что прям тяжеловато мне под конец. Ощущение такое, как будто я засну сейчас, но я спать не хочу, а просто у меня глаза устают реально вот от света. Чем до этого, до всего. Я знаю, что ты снова хочешь почувствовать себя мужчиной, а не нянькой. И я готов тебе в этом помочь. Мы приглашаем тебя на работу по твоей профессии, чтобы каждый месяц ты мог приносить домой деньги и обеспечивать семью. У тебя есть все, чтобы зарабатывать достойно. Я в тебя верю. Спасибо. Наше реалити-шоу подошло к концу. Я оставляю вас одних. Коля, до встречи на работе. Спасибо. Пока. Помните, мужики, слова хорошие на первом свидании, а в семейной жизни нужны действия. Попросил любимый ремонт, взял и сделал. Коля забил, и вы забьете. Блин, ну крутой выпуск. Спасибо за очередные рекомендации в Телеграме. Не забывайте подписываться по ссылочке в описании. Спасибо, реально крутой выпуск. Надеюсь, вам тоже понравились мои комментарии. Здесь можно было и посмеяться, и подумать, и где-то впасть в шок, где-то порадоваться за что-то. Ну, короче, прикольно. С вами был Евгений. Я вас целую, люблю, обнимаю, как все расприжимаю, мучаюсь от боли. Со своей любовью, с фотографией в айфоне. Пока, РемиКанада. Пока, ребята. Спасибо за просмотр. Глаза болят реально. Sorry. Спасибо за просмотр. Пока.